Как сделать ум своим союзником, а не своим врагом? Ум считает, и это правильно абсолютно считает, что мы не должны переживать боль. Мы не должны переживать боль. Но мы же не говорим о боли, которую мы сами себе наносим. Мы говорим о боли, которая является следствием нашей духовной работы. Нам некомфортно расти духовно, нам некомфортно идти и говорить человеку, что мы думаем. Мы предпочитаем закрыться, спрятаться, поплакать и жить вот в этой маленьком домике в своем. Нам некомфортно прийти и сказать, нет, я застоен, я хочу большего. Нам некомфортно хотеть, нам стыдно хотеть. Размечтался тут, губу подними или как там говорят, подтяни, раскатал губу. И этот дискомфорт ощущается как боль с точки зрения ума. И он говорит, да куда ты лезешь, зачем тебе это надо, будь осторожен. Береженого Бог бережет, есть такое выражение. Это да, когда речь идет о том, что не заходи в клетку со львом. Когда речь идет о духовной боли, нам нужно туда идти. Поэтому нужно уметь контролировать свой ум, научиться определять, где он приносит пользу, а где он меня ограничивает. Более того, я очень часто вижу невероятно умных людей вокруг себя, которые абсолютно несчастны в жизни. Потому что ум их предостерегает, он не дает им возможность двигаться вперед с точки зрения развития духовного. тебя не поймут, ты гений, тебе будут завидовать, тебя хотят там ради славы. Как же сделать так, чтобы ум стал нашим союзником? Договариваться с ним. Договариваться с ним. Говорить ему, не забудь, не забудь, откуда ты пришел. Мне Творец дал тебя, чтобы я чему-то научился, что-то понял и приносил. Тем, что я здесь один страдаю или смотрю на всех свысока или что-то. Я приношу пользу? Какая польза в этом? То есть, если я понимаю, что мне будет лучше в отношениях, а мой ум говорит, ну вот, ты уже была в отношениях, тебе уже было плохо в этих отношениях. Неужели ты ничему не научилась? Или там, да, ты там хочешь быть великим человеком, но таких миллион, как ты, почему будут слушать тебя? Кому нужна твоя писанина? Не бойся. Причем не злиться, да, на него сказать, я тебе благодарен, что ты меня, что ты как бы стараешься мне помочь, но я сам в этот момент. Субтитры сделал DimaTorzok